Всем привет! Я Слава. И я не волшебник, а только стажёр. Готовы узнать, как можно перевести практически любое видео на русский язык с помощью одного пальца? Открываем Яндекс.Браузер, вбиваем запрос, переходим в раздел «Нейросети переведут и озвучат». И видим волшебную кнопку. Как человечество может выжить в космической среде? Одним из главных открытий изучения. Смотрите контент со всего мира в переводе и озвучке нейросетей Яндекса. Только в Яндекс.Браузер. Как на компе, так и на мобилке. Всем привет, с вами Садерлинг. И сегодня я расскажу вам про все-все пародии, камео, упоминания и отсылочки на Человека-паука в мультиках вне вселенной Марвел. В Мстителях и даже Стражах Галактики его увидеть вовсе не удивительно, это одна вселенная. А вот кроссовер с Финисом и Фербом, или пародия в мультике о DC, это приятная неожиданность, скажу я вам. И таких случаев полным-полно. Пасхалочек оказалось так много, что мне пришлось разделить это видео аж на несколько частей. Это лишь первый выпуск, а второй выйдет ровно в тот момент, когда на этом ролике наберется 30 тысяч лайков. Он уже залит на канал, вот он, только и ждет ваших лайков. И тут только от вас зависит, выйдет он через день, неделю или всего через час. Потому жмите лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. И погнали! Помните, был такой мультсериал Оги и тараканы, где над бедными котами издеваются эти гадкие жучки? Так вот, однажды Оги пародировал Человека-паука. В 51 серии 4 сезона, готовясь к Хэллоуину и думая, как бы украсить свой дом, кот заключает договор с пауком. Затем он нацепил на себя обтягивающий оранжево-синий костюм и, держа в руках паука, принялся обтягивать паутиной весь дом, катаясь даже по стенам и потолку. Более того, в 16 эпизоде 5 сезона, когда его девушку похитила гигантская горилла, Оги в торопях схватил двух пробегающих мимо пауков и, словно наш дружелюбный сосед, с помощью их паутины принялся летать по Нью-Йорку, пародируя одновременно Человека-паука и еще и Кинг-Конга. Красавчик Джонни Браво тоже однажды пытался поиграть в Спайдермена. В 17 серии 3 сезона, назвав себя Арахна-парнем, он пытался ползать по стенам местных зданий, но, увы, присоски на руках и трусы на голове никто не оценил. Смотрите, это невероятно! Он сошел с ума! Он идиот! Позвоните в полицию! А это уже, кстати, отсылочка к Супермену. В 9 эпизоде 4 сезона «Ручья Крейга» главный герой проводит выходные со своим кузеном Брайсоном, и в один момент мимолетом на фоне можно заметить, что они играли в Человека-паука, в своем воображении ползая по стенам и метая паутину. Брайсон, к слову, очень даже напоминает Майлза Моралеса. А на обложке 19 серии 3 сезона главные герои и вовсе пародируют постер Человека-паука через вселенные, приняв те же позы и используя похожий шрифт. Ведь название данного эпизода – «Альтернативная вселенная ручья». Нам покажут параллельную реальность, в которой Крейг, Келси и Джей Пи никогда не дружили, и как же сложилась их судьба. В 8 серии мульта «Свин-коза-банан-сверщок» на главных героев упал радиоактивный метеорит, даровавший им сверхспособности. Свин быстро бегает, как Флэш, но только задом наперед. Коза владеет телекинезом, сверчок сверхбольной, а у банана стали растягиваться и липнуть глаза. И словно Человек-паук, он использует их вместо паутины, чтобы парить над городом. Научившись применять новообретенные силы, вскоре банан осознает одну важную мысль. Тем самым образом отсылаясь к культовой цитате дяди Бена. Однако вскоре ему надоедают супергеройские обязанности, что люди ждут от него бескорыстной помощи. И тут парочка незнакомцев предлагает ему решение в виде черного костюма, который вскоре завладевает его телом, словно симбиот. Банан испортился, у него отросли острые зубы, и он теперь жаждет творить зло, ведь они веном. Но под темной шкуркой банан оставался все таким же свежим и вкусным. И потому вскоре злодеи были побеждены. Черный плащ. Как многим известно, он является одной огромной пародией на Бэтмена. Однако, думаю, мало кто помнит, что однажды он побывал и в роли Человека-паука. В 23 эпизоде на одной из миссий его укусил за палец громадный радиоактивный паук. И вскоре у Кряка выросли еще четыре руки, а из клюва начала вылетать паутина. Но преступность не дремлет, и нужно как-то действовать и в этих условиях. Кто этот порез за справедливость? Нет, не черный плащ, а паука-кряк. Теперь у него новый черно-красный костюм с символом паутины на груди. Переход между сценами в виде паука, но каламбур и черный плащ и до этого любил. Так долго плести паутину обмана, чтобы в итоге самому угодить в нее. Однако лазать по стенам он не умеет, паутиной заматывает лишь себя, а новые руки его не слушаются, особенно номер 6. Удобнее стало разве что посуду мыть, потому злодеев по итогу одолевает вовсе не паук-окряк, а тот самый радиоактивный паук. А черного плаща вскоре удалось излечить при помощи противоядия из его слюны. Также в 90-е выходил мультсериал про Уолтер Меллана, носатого пукляша, который готов на денек подменить любого героя, когда те заняты чем-то другим, будь это Тарзан или даже Люк Скайуокер. И в 20-й серии помощь понадобилась некоему Питеру Пайперу, более известному как... Паук-человек? Ну конечно, я как раз свободен. Музыка в данном эпизоде пародирует интро-мультсериала 94-го года. Уолтер Меллан и Паук-человек. Ведь оба этих мульта транслировались по Fox Kids. Невинным жителям грозит злодей с механическими щупальцами по имени Осьминог, который хочет высосать всю электроэнергию города. Короче, Электро и Доктор Осьминог в одном флаконе. И все это во время свидания Питера с рыжей девушкой по имени Мэри. И сразу врасль из-за злодеев он внезапно сбегает с каждой их встречи. И если Питер вновь это сделает, девушка обещает его бросить. Потому он попросил Уолтера Меллана заменить его на свидание. Ааа! Что с твоим лицом? Ты сам на себя не похож, Питер. Ты весь опух и отек. Дисвин никогда не понимал, как они ему вообще верят. Но внезапно Осьминог разобрался с Пауком-человеком. И нашему герою предстоит самому сразиться со злодеем. И хоть под его весом прогинаются все фонари и антенны, на которых он пытается повиснуть, Уолтеру Меллану удалось таки одолеть Осьминога. А заодно и признаться Мэри Джейн, что Питер это и есть Человек-паук. То есть, все это время ты не лгал? Все кончено! Далее Паук-паук из четвертого эпизода «Вредителя». Наверное, самая гадкая пародия на Спайдермена, но в то же время самая анатомически верная, ведь он пускает паутину прямиком из задницы. Это мультсериал о жуках-копах, работающих в крайне криминальном городе посреди свалки. Бандиты-мафиози просто повсюду, и полиция мало что может против них сделать. И тут в городе появляется герой в синекрасном костюме, который за несколько дней сумел полностью очистить весь город. Потому мэр объявил о скором сокращении всего штата полиции и пожарных аж на 99%. И чтобы сохранить работу, копы решили прикончить Паука-паука. Но Мантос не видит ничего плохого в борьбе с преступностью. Он любит Паука-паука и начинает сливать герою все планы полиции. Однако вскоре выясняет, что Паук-паук защищает город исключительно ради популяризации своего бренда и продажи мерча. Он думает, как бы развить франшизу, что еще можно было бы всучить фанатам и как бы почаще попадать в телеэфир. А на правосудие и безопасность граждан ему так-то наплевать. В конце концов, именно дешевый мерч погубил героя. Он загорелся прямо на его руке. Все здание охватило пламя, а оставшиеся пожарные решили даже не выезжать на пожар. На третий пожар. Что делать? Паук-паук, наверное, уже там. И герой погиб от своих же рук. Седьмая серия третьего сезона Амфибии под названием Спайдер Сприк это также огромная пародия на Спайдермена. Прутик — это антропоморфный лягушонок, случайно оказавшийся на земле. И, посмотрев человеческие фильмы про супергероев, он осознал, что и сам способен им стать. Ведь в отличие от обычных людей, он обладает совершенно уникальным набором навыков. Липкую слизь, которую вырабатывает его тело, можно использовать, чтобы карабкаться по стенам. А длинный язык позволяет ему хвататься за дальние предметы. Пародируя монтаж из «Человека-паука» 2002 года, Прутик, придумывая собственный костюм героя, собственноручно шьет его и надевает. Я Человек-лягук! Твой супергерой по соседству! Явная отсылка к фразе. Дружелюбный сосед Человек-паук! При помощи языка Человек-лягук спокойно летает по городу, плетет из него паутину, чтобы остановить автобус без тормозов, и забирается на крыши домов, чтобы посидеть там в пользе Человека-паука. Молли Джо определенно играет роль Мэри Джейн, а Роберт Ото — это, ну, чисто Ото Октавиус на минималках, с одной щупальцем вместо четырех. Каждый из них мечтал стать героем этого города, однако же их борьба за сей титул привела лишь ко множеству разрушений и подвергла опасности местных жителей. Прутик вскоре понимает, что быть героем ради любви и почета неправильно, и выбрасывает свой костюм в мусорку, тем самым образом пародируя культовую сцену, когда Питер Паркер решил, что больше не будет Человеком-пауком. А в шестом эпизоде третьего сезона, среди фильмов в кинотеатре, можно заметить постер «Паук в твоем доме». Явная пародия на все эти названия. Возвращение домой, вдали от дома, нет пути домой. Такими темпами однажды Паучок реально заберет и в твой дом. В восьмой серии второго сезона «Лагеря лагерей» на заднем плане в хижине вожатых также можно заметить пародийный постер, уже под названием «Парень-паук», про идентичного героя только в желто-фиолетовом костюме. А в седьмом эпизоде герою Фенвела, в комнате Фила, стоит фигурка Человека-паука, рядом с Железным Человеком, Суперменом, Оптимусом Праймом и Штурмовиком. А над компьютером висит постер с Паучком, Железным Человеком, Бэтменом и Доктором Стрэнджем. Вот это я понимаю фана супергеройки. Но мне кажется, Дот из-за неманьяков даже сумела его переплюнуть. В четвертой серии третьего сезона выясняется, что девочка завела себе двух пауков и назвала их в честь актеров, игравших в Спайдермен на фильмах. Кто-нибудь видел Тоби Магуэра? Я думал, это Том Холланд. Ну, их было два, кажется. Видимо, Человек-паук с Эндрю Гарфилдом ей не сильно зашел. В шестом эпизоде первого сезона «Дэн напротив», когда главный герой выходит из магазина комиксов, на его стенах можно заметить постеры с изображением Скотта Пилигрима и Человека-паука, популярнейших героев комиксов. В девятнадцатой же серии Дэн бродит по мрачному лесу и случайно натыкается на паутину. Фу ты, тупой Человек-паук! Да, он реально считает, что ее сделал Спайдермен, чтобы ему насолить. В этом весь Дэн. Искренне верит, что весь мир настроен против него. Но не у него одного странные теории. Рабочий из одиннадцатого эпизода второго сезона искренне верит, что в рандомном ящике сидит Человек-паук. Надо посмотреть, знаешь, что там по слухам? Его не должно существовать. Он наполовину человек, наполовину паук. Он борется с преступностью. Это же вымышленный персонаж. Поговаривают, что он основан на реальном парне. Надо взять автограф. С чего он это взял, совершенно непонятно. Но в ящике сидел вообще динозавр. Восемнадцатой серии третьего сезона «Юных Титанов вперед». Робин рассказывает своей команде о могущественном злодеи Дарксайде, который способен одолеть абсолютно любого героя. Даже Супермена? Да. И Бэтмена? Да. А Человека-паука? Эээ, Человек-паук не станет с ним драться. И у них очень странные аргументы в пользу этого заявления. Это потому, что он ленивый? Какой позор. Знаете, я изменила свое мнение насчет Человека-паука. Все потому, что «Юные Титаны» это часть вселенной DC, а Человек-паук из Марвел, конкурирующий с ними компанией. Потому авторы его истибут. А в двадцать четвертом эпизоде седьмого сезона мы даже увидим масштабное сражение этих двух корпораций. Буквально. Весь эпизод детектив-шимпанзе говорит о важности поддерживать хорошие продажи, чтобы их не разбила в пух и прах некая компания, конкурирующая с DC. И вскоре, прям в офис DC врывается конкуренция. Главный враг DC с бело-красным логотипом. Явный намек на Марвел, ведь в арсенале этого здания способности известнейших героев Марвел. Молот Тора, подобие щита Капитана Америки, когти Росомаки, воспламенение Человека-Факео, летающие ботинки Железного Человека, Суперсила Халка и, конечно же, возможность пускать паутину, как это делает Человек-паук. Но, поскольку это мульт DC, Чудо-женщина просто в соло накостыляла всей корпорации Марвел. Однако, несмотря на вражду в 30-й серии 3-го сезона, Робин спускается в комнату на веревке, держась за ней ногами вниз головой, уже подружески отсылаясь к тому, как это делает Паущок. А в 22-м эпизоде 4-го сезона можно увидеть уже полноценную пародию. Когда Робин хотел рассказать о своем детстве, остальные юные титаны назвали его рассказ «Скукотой» и принялись придумывать себе клевые предыстории. Киборг представил себя в роли Супермена, Старфайр рассказала, как же она стала Бэтменом, Бизбой пересказал «Зеленого фонаря», а рассказ Рэйвен пародирует предысторию Человека-паука. Как и Питер Паркер, она была якобы обычным ребенком, носила очки, любила фотографировать и жила со стариками, которые выглядят в точности как тетя Мэй и дядя Пен. «Перед уходом запомни, если у тебя когда-нибудь будет суперсила, используй ее на добрые дела, а не на ерунду». Не, ну он реально будто знал, что Питер получит сверхспособности, когда задвигал про большую ответственность. К слову, местный дядя Бен читает газету о Дейли Плэне, отсылочка к Дейли Бьюгл, Джей Джона Джеймсона. А статья «Осминог получил докторскую степень» это алюзия к доктору Осминогу. Девочка же работает фотографом в секретной лаборатории, где ее внезапно кусает радиоактивный ворон, ведь Рэйвен в переводе на русский это как раз таки ворон. И вскоре она обретает суперсилы и учится летать над городом. Но вместо паутины она какает на людей по метам и тушит пожар яйцами. А ее дядя Бен умер аж в 95 лет от естественной смерти. Трагедия. Но каждая из этих историй просто выдуманный бред ради прикола. Вроде как. Я всего лишь изображение, исходящее из зеленого кольца зеленого фонаря. Меня вообще не существует! Трагедия. В пятнадцатой серии первого же сезона Рэйвен, лично наделяя Робина сверхспособностями, уже и сама цитирует дядю Бена. Но помни, с великой силой приходит великая ответственность. Также в десятом эпизоде четвертого сезона «Всей правдой медведя» Мишки сняли свой собственный фильм, по сюжету которого Крис, мечтая одолеть могучего суперзлодея, соглашается на эксперимент и выйдя из холодильника, становится крутым и накачанным, словно капитан Америка. И после обретения им сверхсил, Белый также пародирует цитату дяди Бена. В 22 серии первого сезона же в вольере питомника позади медвежат можно заметить рисунок Человека-паука. Видимо, братья еще с детства полюбили этого героя. Ведь уже в 14 эпизоде четвертого сезона Грис буквально его пародировал для видосика в интернете. Привет! Это я, ваш дружелюбный Человек-насекомое! Микки-чел! Здесь его называют Человек-насекомое. И если бы панда ему не помешал, он бы повторил культовый перевернутый поцелуй из фильма 2002 года. Его же пародирует Руди и Джули в четвертом эпизоде мультсериала Мой питомец-псих, рассказывая историю своей невероятной любви, состоящей просто из кучи отсылок. И даже во второй части Шрека Фиона стирает грязь с лица Огра и затем целует его, отсылаясь к этой же сцене. И если вы думаете, что это совпадение, ну, чуть-чуть похоже, просто напомню, что тут рядышком пасхалочки на Василин колец, русалочку, красную шапочку и вообще весь Шрек это одна огромная аллюзия на поп-культуру тех времен. Также в одном из скетчей восьмого эпизода второго сезона пародийного мультсериала Робоцып, Ботаник сумел подловить Кирстен Данст в видеопрокате и пытался точно так же ее поцеловать. Мое чувство Человека-паука подсказывает мне, что ты должна меня поцеловать! Ведь именно эта актриса и сыграла в фильме Мэри Джейн. Но Ботан не Спайдермен и заслуженно паучил в морду. Поцелуй тоже, но явно не от того, от кого хотелось бы. В четвертой серии третьего сезона Стэн Ли и Памела Андерсон рассказывают новости из жизни известных супергероев. И внезапно папарацци застукали Человека-паука, вылетающего из дома семидесятилетней Мэй Паркер. Но только вот все СМИ уверены, что у них роман и Спайдермену просто нравятся старушки. Однако у Доктора Осьминога несколько другая версия. Получай, Человек-паук! На еще! Он прям абсолютно в этом уверен. Но потом оказывается, что это все лишь воображение Стэна Ли, играющего с фигурками. Однако он и сам не против оказаться в роли Спайдермена. Но им не взять меня живым! Выше и выше! В пятом эпизоде первого сезона же нам демонстрируют новостные ляпы. И пока ведущая зачитывает текст, в окно позади внезапно врезается Человек-паук, а затем еще и Тарзан. Видимо, что-то пошло не по плану. Местному паучку вообще тяжело живется, ведь в Робосыпи вскрываются все минусы его супергеройской жизни. Во второй серии шестого сезона нам демонстрируют, сколь же неловким был бы его поход в туалет, ведь костюм-то у него цельный. Хотя что ему стоило хотя бы зайти в кабинку? А в шестом эпизоде пятого сезона наглядно можно увидеть, как же паучье чутье порой может мешать жизни. Ясное дело, что я в опасности. Я в сотне метров над Манхэттеном. Паучье чутье предупреждает Питера о каждой луже, об испорченном молоке и очень мешает в постели. Поэтому он умоляет доктора удалить эту способность из его тела. И хоть паучье чутье и предупреждало его, что это опасная затея, он его проигнорировал и скончался прямо на операционном столе. В первой серии шестого сезона Стэн Ли заставил Спайдермена, Халка, Росомаху, Айсмена и Жече участвовать в музыкальной рекламке. Правоверный, это называется фишки персонажей, это я изобрел. В этой же серии некий отряд солдат внезапно обнаруживает в себе ужасающие изменения. Одни почему-то поменялись руками, другой оказался наряженным в гавайскую рубашку, а змеиного глаза кто-то ночью разрисовал в Спайдермена. Сныкай, с тобой-то что? Тебя как будто пытались покрасить в Спайдермена, а потом швырнули в траву. И загадка решилась довольно очевидным образом. Все персонажи Робосыпа это ведь просто фигурки и с солдатами просто играл какой-то мальчик. Только вот в отличие от Сида, этого мальчика ждала судьба похуже обычного испуга. В 14 эпизоде девятого сезона мэр города выступает перед журналистами, желая принести соболезнования жертвам перестрелки в Хьюстоне. И в ответ на это стоящая там Эприо Аниу начинает навязчиво предлагать нанять черепашек ниндзя в качестве защитников города. Они ведь работают за пиццу и сражаются нончаками. Посчитав ее сумасшедшим, мэр обращается к другому репортеру, но тот оказался еще хуже. Четвертая серия четвертого сезона нам показали как зеленый гоблин качается. Без диалогов, без шуток, гоблин просто качается и все. В 17 эпизоде десятого сезона нам демонстрируют альтернативную историю Венома. Вместо того, чтобы убивать людей, Веном просит Эдиброка пойти в театр и смотреть Гамильтона. Затем заставляет ворваться к одному из актеров, трогать его, признаваться в любви и в конце концов переходит в его тело, чтобы самолично исполнить главную роль. А в 18 серии шестого сезона режиссеры решили сделать мюзикл по Мстителям. Все герои поют и танцуют, что смотрится совершенно неуместно и в конце концов, все кончилось полным погромом. Надеюсь, это будет интересно, мы никак не отойдем после провала Спайдермэнов. Весь этот скетч отсылается к реальному бродвейскому мюзиклу Человек-паук выключить тьму. Одна из самых дорогих постановок в истории и в то же время абсолютно провальных. По всем аспектам это было полное разочарование. Критики разнесли мюзикл в пух и прах. И в дополнение еще и несколько актеров были ранены при выполнении трюков. Ну реально, кому вообще пришла идея сделать из супергероев и мюзикл? Один из скетчей седьмого эпизода четвертого сезона повествует о Киде Веннисоне, был обычным фотографом, влюбленным в рыжую девушку по имени Мэри Лу. Но однажды в зоопарке его укусил радиоактивный олень, после чего Кид Веннисона брел сверхсилы. Он научился мило прыгать, вилять хвостиком и пугаться резких звуков. Не очень повезло с животным просто. Надеясь истребить браконьеров, чтобы хоть как-то использовать новообретенные способности, он резво вбегает на дорогу, где его попросту сбивает машина, как и самого обычного оленя. Пятая серия четвертого сезона Финиса и Ферба. Девочки-скауты очень хотят получить значки для пчеловодства, а для этого нужно думать как пчела, стать как пчела. И у Эдисон есть идея как это сделать. Придумала! Если нас покусают радиоактивные пчелы, то нам передадутся их способности! Чисто мета Спайдермена. В 22-м эпизоде второго сезона, когда братья украшает к Рождеству весь город, Ферб внезапно пародирует Человека-паука, паря над городом и пуская из руки гирлянды, словно паутино. А в 24-й серии третьего сезона, когда Финис и Ферб притворялись ниндзя, которых невозможно заметить, Кэндис говорит явно отсылаясь к культовой цитате Человека-паука. Неудивительно, ведь Кэндис просто огромная фанатка Мстителей. Она скупает все комиксы с ними и даже пишет собственные фанфики. Тихо, тихо, просто дыши. Тор, Халк, Железный Человек, Подумаешь, Герои? Супер, она ваш фанат. И да, существует целый здоровенный кроссовер Финиса и Ферба со Мстителями. Тетя Мэй, а Финис и Ферба тут кроссовер снимают. В 11-м эпизоде четвертого сезона главный состав всеми любимых героев, включая Паучка, заявился прям на порог их дома. Просто Фуфио Шмерц ненароком чисто случайно своим новым Энатором лишил сверхсил всех Мстителей. И теперь они абсолютно беспомощны. Да, Фуфио реально сумел одолеть Мстителей. Живите теперь с этим. Поскольку лучевой Энатора отразился от космической станции Финиса и Ферба, агенты Щита были уверены, что это дело рук этих мальчишек. Это станция Щита? Нет, этих детей. Ого, у этих ребят говорив все лично, на слово поверили, что братья бы так делать не стали. А вы не слишком молоды, чтобы красть способности у супергероев? Да, были бы Человек-паук, если бы мы их украли, но мы этого вроде бы не делали. И даже разрешили ставить над собой эксперименты по возвращению их сверхспособностей. Почему бы не довериться случайным гением, которых вы подозревали? Тем временем Веном, Красный Череп, Модок и Хлыст также решили разыскать злодея, сумевшего вмиг одолеть их заклятых врагов. И встречает Фуфил Шмерса, который показывает им свои инаторы, превращающие геркулесовую кашу в овсяну или создающие рогалики. И рассказывает про его заклятого врага утконоса. Его покусал радиоактивный утконос. Нет, он простой утконос, сражающийся со злом. Но Фуфил сразу просек тему. Ух ты, у тебя есть суперкусачки, да? А что с ними случится? Их укусит радиоактивные ножницы? Айнс считает, что нашел себе новых друзей и создает собственный отряд злодеев. И Веному с красным черепом приходится ему подыгрывать, чтобы заполучить желанное устройство. Крадем монетки из колодцев, портимся и в дверь звоним. А вот возвращение сверхсил героям проходит не так уж и гладко. По вине Кэндис устройство перепутало способности, отчего Тор обрел силы Спайдермена, случился улазать по стенам и даже больше. Кажется, я только что влип не на шутку. О нет, я получил от паучка его любовь к игре слов. А сам паучок стал сверхсильным как Халк. Однако злодеи уже заполучили все необходимые детали, предали Фуфела и влегку одолели некогда столь могучих мстителей. Стражение было проиграно и нашим героям еле как удалось спастись благодаря Перри Утконосу. Эй, утенок, спасибо тебе, дайте ему на чай. Человек-паук даже на секунду подумал, что это Говард-утка. Знаете, кого-то он мне напоминает. Думаешь, это был Говард-утка? Это такая антробомофтная утка из вселенной Марвел, с которой паучок даже как-то работал вместе. Вернувшись в лабораторию, Спайдермен принялся жестко качаться, но, увы, без своих сил Мстители мало на что способны. Им пришлось даже ехать на следующую битву на автобусе, чтобы успеть. А ну с дороги, недоумки, здесь хуже, чем в Портленде. Остается лишь поучать люлей и шутить. Эй, Модор, а ты чувствуешь, как я щекочу твой мозг? Но когда злодеи уже было победили, Кэндис сумела вовремя вернуть способности любимым героям. Молодцы, кое-кому помогло чутье паучка. Мир был спасен, а Финни с Фербом заполучили контактики Мстителей Щита. Вот мой сотовый Ферб, приезжайте следующим летом, повеселимся. В следующий раз Финни все соки за мой счет. Заметана, паучок! Приключение было окончено, и Перри, вновь притворяясь обычным утконосом, выбросил свой костюм в мусорный бак, тем самым образом пародируя сцену Человека-паука больше нет. И это последняя ссылочка в этом видео, но как только здесь наберется 30 тысяч лайков, вас сразу же ждет второй выпуск, ведь пасхалочек на Человека-паука еще полным-полно. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. А с вами был ваш дружелюбный сосед Содерлинг. Спасибо за просмотр и пока!